Заложил камень в основании нового предприятия и провел совещание с аграриями. В Саратовской области с визитом побывал министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров. Федеральный чиновник принял участие в закладке первого камня в основании будущего завода по переработке масличных культур. За визитом наблюдала наша съемочная группа. За два года в поселке Затонский Балаковского района построили мощный маслоэкстракционный завод. На его открытии съехались высокопоставленные гости, в числе которых министр сельского хозяйства Российской Федерации. Николай Федоров отметил, что пуск такого высокотехнологичного производства – событие, выходящее далеко за пределы Саратовской области. Имеющее значение это событие, я имею в виду для всей Российской Федерации, по крайней мере для европейской части России, но и больше, с учетом перспектив развития этого комплекса, ваш завод по глубокой переработке зерновых, соев и масличных культур будет влиять и на то, как будет развиваться аграрный сектор, Валерий Васильевич, и на Дальнем Востоке, в Амурской области, допустим, потому что там тоже есть огромный дефицит именно в таких проектах по переработке масличных культур. Ленточка перерезана, а значит завод официально считается открытым. Высокопоставленным гостям рассказали и показали процесс изготовления подсолнечного масла. Представители власти посетили несколько цехов. Они осмотрели, как производится очистка масла. Побывали на главном пульте управления. Здесь сотрудники завода следят за работой сразу двух цехов – подготовительного и экстракционного. Это наш мозговой центр. От этого управляются все процессы по всей компании. От момента захода семечки дают. Ну, расскажи, покажи, покажи. На заводе установлено импортное оборудование. Функционирует оно круглосуточно. Сотрудники трудятся в четыре смены. Для обеспечения работы нового предприятия создано 230 дополнительных мест. Сейчас завод перерабатывает рекордное количество подсолнечников Российской Федерации – около 2000 тонн в сутки. Мы контролируем качество продукции, как оперативный контроль непосредственно в процессе производства, так и контроль конечной продукции, исходной готовой продукции. На протяжении всего процесса производства с определенной периодичностью отбираются пробы. И по всем параметрам контролируем продукцию, по всем необходимым параметрам. У нас для этого прекрасно оборудована лаборатория. Все у нас есть, все оборудование. То есть, как бы, все у нас здесь очень хорошо. После осмотренных помещений чиновники спустились в главный холл завода, где был произведен символический пуст предприятия на полную мощность. Через несколько лет производство планируют увеличить. На месте будущих цехов состоялась торжественная церемония закладки камня. Это будет вторая очередь завода. Рассчитан он на глубокую переработку масленичных культур мощностью 3000 тонн в сутки. Здесь будет перерабатывать сою. Стоимость проекта оценивается в 8 миллиардов рублей. После выхода завода на полную мощность годовое производство сои здесь составит 520 тысяч тонн. Подробнее эти вопросы обсудили на совещании в местном Доме культуры. Также собравшиеся затронули перспективы развития регионального миллиардативного комплекса. Мы перед собой поставили амбициозные задачи. Самообеспеченность территории. И не раз говорили, обеспечен регион, обеспечены все 85 регионов, значит стабильность Российской Федерации. И ту задачу, которую поставил президент импортозамещения, мы ее обязательно исполним на территории Саратовской области. Все задачи поставлены перед каждым товаропроизводителем, перед каждым муниципальным образованием. И нам принципиально важно, с этой дороги уже не сворачивать. И подтверждение сегодня, вот тот проект, я думаю, что высокотехнологичный проект, современный проект. Но мы поставили перед собой еще более серьезную задачу. В ходе совещания обсуждалось увеличение объемов производства сои и кукурузы на орошаемых землях в Саратовской области. Представители сельхозпредприятий региона поделились опытом возделывания сои и других масляничных культур. По словам собравшихся, вот нового предприятия, еще один шаг на пути к обеспечению региона собственным продовольствием. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.